Всем привет! Давно я не обновляла ещё и свой и книжный плейлист и вот внезапно мне напомнили о том, что я давно собиралась обозреть книжечку. Книжечка у нас называется «Роберт Харрис Помпей». Книга-загадка, книга-бестселлер. Несколько лет назад мне одна моя великовозрастная подружка её как бы презентовала. После того, как сама почитала и расхвалила на все-все-все лады. Я, в принципе, считаю, что она её не зря расхвалила. Я, конечно, её до сих пор до конца ещё не осилила, и она у меня лежала в деревне, я стабильно её только в деревне читала, каждое лето забывала, когда приезжала заново, где же я остановилась, либо загладки не имела или как-то вот открыла-закрыла, думаю, сама вспомню. И каждое лето, соответственно, начинала заново. Думаю, наверное, вам такое знакомо. Но иногда, знаете, читайте, читайте. Ой, я это уже читала, пытаешься искать. И в итоге я её всё-таки забрала сюда. Тут у нас, в общем, что нам говорит вот эта вот страничка? Эта вот страничка нам говорит, что это у нас Харрис, Помпей, перевод с английского Степашкина, и выпуск, это Вексма, Москва, 2009 год, 384 страницы в скобочках, книга-загадка, книга-бестселлер. И если вы когда-нибудь читали в своей жизни последний день Помпеи, не куча всяких авторов, а вот я сегодня специально выписала, потому что у меня была эта книжка, я её читала, наверное, в детстве, ну, в смысле, в детстве лет 9, наверное, в итоге осилила, раза с третьего смогла осилить. И мне моя мама говорила, что тебе ещё рано, там, 7 лет мне хотелось, а в 8 лет хотелось её просчитать, опять же, тебе ещё рано, она тебе не пойдёт, она типа такая вот тяжёлая, а то ещё 5-10. А я сильно так любила и увлекалась вообще в детстве античной литературой. Авторов, упор я не помню, я помнила обложку. В общем, в итоге по обложке я определила автора, а авторов подобного названия «Последний день Помпеи» было дофига. Автор это у нас Литтон, Булвер Литтон, местами это называется «Лорд Литтон», ну, в общем, если вы читали «Последний день Помпеи» Литтона, то вот эта книжка, я думаю, вам, в принципе, понравится. Тоже примерно про то же, скажем так, да, и... Честно, вот когда начинала читать, оно легко довольно читается, тут у нас всего книга в одной книге. В целых вот этих 300 с лишним страниц у нас описывается всего лишь 4 дня. 22 августа, 23 августа, 24 августа и 25 августа. «Последний день извержения» оно же. Даже не читая послесловие, куда я, конечно, заглянула в первую очередь, когда уже её забрала сюда, ибо как бы не помнила, что конкретно тут, помимо названия, даже не читая послесловие вот эти «Благодарности», где автор перечисляет кучу трудов, которые он исследовал, прежде чем вот это вот написать, уже понятно, что работа проделана колоссальная. Потому что бывают, конечно, какие-нибудь там, вот как я люблю, как уже сказала, античную литературу. Допустим, мне иногда попадались книжки про Македонского. Такой бред севека было вообще. Ну, видимо, модно было в каком-то году писать про Македонского. Название написал, картинку пристроила, так как говорится, не судьи, а книги по обложке. Вот тот самый случай. А внутри полный трындец. Здесь же очень красивая картинка. Чисто вот по тексту я имею не вот эта вот картинка, она, да, тоже красивая. А именно, когда читаешь, в голове вот рисуется этот образ, все это эпохи, все, что тут было. И, в принципе, другой немножко взгляд на историю, как, допустим, были вот эти самые... Сейчас я вспомню, мне это слово вообще крутилось в деревне, пока я была. Я думаю, надо же, откуда у меня это слово, откуда у меня слово. Знакомое слово, что с этим словом? Что здесь не так? Сейчас я его найду, все-таки, это слово. Наверное, надо было подготовиться, да? Вот я, конечно, готовилась, вот автора вспомнила. Акведук. Акведук, ёпарацитая. И вот этот акведук у меня крутился в голове, думаю, аниме что ли какое. Ну, акведук, акведук, чё ж за акведук? И тут меня руки понесли вместе с ногами к полочке, где лежала эта книжка в деревне. И я так это начала читать, и понимаю, что откуда у меня этот акведук в голове крутится. Эти римские акведуки. И как бы история, такая книжка типа такого своего рода детективчика. Книга-загадка, книга-бестселлер. Уж не знаю, насколько книга-бестселлер, например, книга-загадка. Ну, вот если бы мне тетя Валя её не рекламила, а просто сказал, дал где-нибудь, кто-нибудь показал книга-загадка, книга-бестселлер, оно бы у меня так и лежало на полке, не открывавшее даже. Чисто из-за того, что написано книга-загадка, книга-бестселлер, вот этот код да Винчи, в своё время нашумевший, он у меня, допустим, я его не смогла осилить, он у меня что-то, вот сколько его не читала, середины начинала считать, когда сначала не шёл, в конец заглядывала. И некоторые книжки, вот иногда читаешь-читаешь, и так хочется в конец заглянуть, уже вот на терпение нет, а ещё много читать, и заглядываешь в конец. Некоторые книжки я читаю, помню, насколько я себя помню, вот с детства я читала, иногда вот в конец чисто заглядывая, начинаешь в конец читать, понравилось, начинаешь сначала читать. В общем, я могу, в принципе, причитать вам небольшой такой, тут как бы, зазываловку, аннотацию, предисловие, как хотите, так и называйте. И, может быть, вас она заинтересует. Изнурительно жаркий август. На побережье Неаполитанского залива раскинулись роскошные виллы первых богачей Римской империи. Величайший военный флот мира спокойно стоит на якоре, в мизенах, честно не помню, как ударение. Можете меня поправить в каментах, можете нежненько поправить в каментах, можете агрессивненько с ненавистью поправить в каментах, можете как угодно, можете не поправлять. Отдыхающие заполонили приморские курорты, бои в Помпеи и Геркуланум. Вот про Геркуланум, видимо, в детстве я что-то упустила как-то. Меня больше интересовали Помпеи, но даже заинтересовали Геркуланум и захотелось про него что-нибудь почитать. А где почитать, в принципе, сейчас в интернете, потому что большую часть своей библиотеки моей домашней библиотеки, книжечек, мамину и дедушке, но я как бы сдала по библиотекам перед переездом. Но вдруг перестает работать Аква Августа, огромный акведук, идущий по склону Везувия, снабжающий водой полмиллиона человек. Что это? Техническая неисправность или чей-то злой умысел? Когда исчезает императорский смотритель водоворотов? Жив ли он? И имеет ли его исчезновение отношение к случившемуся? Все-таки вот читать белые буквы на таком фоне, это убийство для глаз, я не могу это продолжить, вы меня простите, я буду продолжать вот здесь. И где мы тут? Из-за того, что оно плохой дизайн, люди, если вы будете издавать книги, и хотите, чтобы кто-то заинтересовался перед тем, как купить и прочитать вашу книгу, перед тем, как прочитать, перед тем, как купить, заглядывать на обложку назад, вперед. Не пишите белыми буквами на таком фоне, это смерть глазам. Человек начнет читать, даже если это суперинтересно, оно отвалится уже. Потому что как бы даже буквы будут сплетаться. Потому что куда исчезает импирский смотритель водоворотов? Жив ли он? И имеет ли его исчезновение отношение к случившемуся? Ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Утром 23 августа 79-го года в Помпеи случилось несчастье. За день до извержения, точнее, собиралось случиться несчастье. А потом уже оно конкретно так случилось. Ну вообще это как бы стильный детективный роман в оригинальных античных декорациях от автора международных бестселлеров «Фетерланд» и «Энигма». Честно, не читала ни «Энигму», ни «Фетерланд», и про этого автора узнала чисто благодаря тёте Варе. И, в принципе, кто угодно бы написал вот это «Помпей», я бы прочитала с удовольствием. Хотя, если бы там было наполнение какое-нибудь идиотическое, я бы, конечно, не осилила или просто бы бросила на середине пути. Зазываловка такая, картинка в смысле вот золото, тут всё такое, рука там ползёт. Ну, сама эта история «Помпеи», конечно, очень трагическая. И если вы в курсе, что там случилось, то как бы это не юморное, но чисто вот для ознакомления, просто разнообразить свой кругозор, восприятие жизни и прочее, я бы, в принципе, вам советовала прочитать. Тут как бы есть предисловие, ну, аннотации, не аннотации, вот вступление стишками. Тут у нас «Плини» поминает автор аж в первой главе «Марс, 22 августа, два дня до извержения». И вот у нас тут цитата «Жан-Жак-Мари Бординцев Александр Р. Мак Бридней вулканология». Кстати, вот что прикольно, я заметила в трудах, которые исследовал этот товарищ наш, автор, Харрис, да, Роберт, там были книжки по вулканологии. Вот как бы никогда бы не подумала, что, ну, не подумаешь так, что, в принципе, вот чтобы написать вот эту книжку, подхожую книжку, надо еще вулканологию изучить. В принципе, я считаю, что достойный материал, достойное вашего времени, время затратного, как бы тратите время свое. Вы могли бы, допустим, посмотреть аниме, погулять на воздухе, посмотреть какой-то фильм, порубиться в игрушку, если вы компьютерный там какой-нибудь маньяк в этом плане. А могли бы прочитать вот эту книжку. В принципе, я считаю, что можно потратить на нее свое время. Советую, да. И кто сильно сказал, спасибо. И домен носа, если вдруг обзор какой-то не совсем такой, как обычно у меня было в этих плейлистах, и как вы от меня ожидали. Всем пока!